Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу рассмотреть вам к этому докладу два вопроса. Это роль системной лекарственной терапии в одевантной лучевой терапии злокачественных опухолистленных желез, а также самостоятельная лекарственная терапия в основном при рецидивирующих, местно распространенных имицетатических формах злокачественных опухолистленных желез. Что касается про системную лекарственную терапию при одевантном лечении, то в настоящий момент отсутствуют данные рандомизированных клинических исследований. Ретроспективные исследования представлены. В настоящий момент существует 10 крупных ретроспективных исследований. И лишь в четырех из них обнаружено преимущество добавления системной лекарственной терапии к одевантному лечению, сочетанию случевой терапии. Одно из таких исследований было опубликовано в 2018 году. Это крупное ретроспективное исследование, которое охватывало период наблюдения с 2004 по 2013 год. Данные были получены из Национального ракового регистра Соединенных Штатов Америки. Было включено 8580 пациентов. При этом было показано, что общая пятилетняя выживаемость пациентов составила 47,3% в случае использования в качестве одевантного лечения сочетания лучевой терапии с системной лекарственной терапией. Однако соотношение риска составило 1,023. При этом значения были статистически незначимы. Но если мы посмотрим на график справа, то мы можем обнаружить, что преимущественно лекарственной системной химиотерапии было показано в случае распространенных опухолей, а также при наличии метастатического поражения лимфатических узлов шеи. Следующее исследование было опубликовано в 2019 году в журнале «Ларингоскоп», который входит в первый квартиль научных журналов медицинских. И был выполнен респективный анализ, который включал уже 2285 пациентов. Период наблюдения составлял с 2004 по 2014 год. Здесь важно, что в это исследование включены только пациенты со злокачественными опухолями слюнных желез, которые соответствовали гистологической форме, как плоскоклеточная карцинома. И было показано, что в случае использования хирургического лечения в сочетании с одевантной химио-лучевой терапией общая пятилетняя выживаемость таких пациентов составила 58,9%. Исследование, которое опубликовано в 2016 году, также представляло троспективный анализ, включавшего 91 пациента с аденокистозным раком. И было показано преимущественно добавление лекарств на системную химиотерапию при проведении одевантной лучевой терапии у пациентов с 3-4 стадии заболеваний позитивными краями по результатам анализа послеоперационного гистологического материала, а также наличие переневральной инвазии. В настоящее время зарегистрированы и продолжается набор пациентов в крупные рандомизированные исследования, которые призваны оценить влияние химиотерапии в одевантном лечении в сочетании с лучевой терапией. Данное исследование было открыто в январе 2011 года и ожидаем завершения данного исследования в октябре 2028 года. При этом в данном исследовании подразумеваются две экспериментальные группы. Подразумевается использование лучевой терапии при помощи 3D-конформной лучевой терапии, а также ориентативно моделированной лучевой терапии в сочетании с инфузией метасплотина. Первичной и конечной точкой данного исследования является выживаемость без прогрессирования. Следующее исследование, которое также призвано оценить влияние добавления лекарственной системной химиотерапии к одевантному лечению с лучевой терапией, это исследование, которое называется исследование Сантал, которое также планируется завершиться в ноябре 2028 года. Оно подразумевает также проведение лучевой терапии с использованием классического подхода к фракционированию и использование внутривенного введения препарата цесплатин. И первичной и конечной точкой является также выживаемость пациентов без прогрессирования. Согласно последней версии рекомендации NCN, рекомендуют различные режимы проведения системной лекарственной химиотерапии. И о многих этих режимах было уже рассказано, и я хочу остановиться на нескольких из них. В 2017 году в официальном журнале Европейской ассоциации медицинской онкологии было опубликовано исследование по эффективности комбинированной андроген-депрессионной терапии. Было показано, что полный ответ при лечении был достигнут у 11% пациентов, частичный ответ был достигнут у 10,6% пациентов. При этом средняя продолжительность без прогрессирования составила 8,8 месяцев, а средняя продолжительность общей выживаемости – 30,5 месяцев. И при сравнении данного исследования с рядом других клинических исследований также были показаны аналогичные результаты. Следующий препарат относится к группе препаратов, которые направлены на перестройку НТРК. И в 2018 году было опубликовано исследование в ведущем мировом медицинском журнале New England Journal of Medicine, который включал в себя 55 пациентов с самыми разнообразными гистологическими подтипами и локализацией. При этом были проанализированы пациенты, в том числе и со злокачественными опухолями слюных желез, и использовался препарат ларотроктинип в дозе 100 мг 2 раза в день при использовании перорально. При этом частота ответа была зарегистрирована в 75% случаев при удовлетворенной степени токсичности применения данного препарата. Следующий препарат, который относится к группе НТРК терапии, это препарат энтроктинип. И в настоящее время он продолжает исследоваться в концепции баскетного исследования. То есть проводятся одновременно три исследования и оценивается наличие в опухоли НТРК перестройки. Соответственно, из этих трех исследований были включены 54 пациента с общим ответом на лечение в 57% и продолжительностью данного ответа около 6 месяцев. Следующий препарат, который также относится к группе НТРК терапии, это препарат селектротенип. В настоящий момент он продолжает исследоваться в рамках двух исследований. На данном слайде представлен один из клинических случаев, опубликован в мае 2021 года по применению данного препарата после продоксирования на препарате энтроктинип. Препарат астозумаб уже был обсужден в рамках лечения протокового рака слюной железы при наличии херновопозитивного рака. И по данным исследованиям данная амплификация херновопозитивного рака отмечается от 12 до 44% случаев. И в данном исследовании, которое было опубликовано в 2017 году, применялась комбинация пергитасела тастозумаба. Другое исследование, о котором также говорилось ранее, было опубликовано в 2019 году в журнале клинической онкологии, официальном журнале Американского общества клинической онкологии, и по применению препарата трастозумаб и препарата дотстоксел. При этом частота ответа была отмечена у 40 из 57%, что составило 70,2%. При этом средняя продолжительность выживаемости без прогрессирования составила 8,9 месяца, а продолжительность общей выживаемости 39,7 месяца. В 2020 году также было опубликовано в официальном журнале Европейского общества клинической онкологии исследование по комбинированному лечению препарата трастозумаб и пертузумаб. При этом было оценено 15 пациентов с протоковой карциномой слюной железы. При этом частота ответа составила 60%, а продолжительность данного ответа составила 9,2 месяца. Также существуют возможности применения таргетных препаратов, например, такого препарата, как ленвотини, приятного на кистозном раке. Так, в 2019 году было опубликовано открытое исследование второй фазы из Меморус-Лоу Кэттерин-Канцер-Сэнтер, которое охватывало период наблюдения с июня 2016 по мать 2017 года. Было включено всего лишь 33 пациента. При этом режим дозирования препарата составил 24 мг в день. При этом полный регресс был отмечен у 5 из 33 пациентов, стабилизация процесса у 25 из 33 пациентов, а выживаемость без прогрессирования составила 17,5%. Другой препарат аналогичной группы, оксетиниб, также был исследован в работе, опубликованной в 2019 году, и включал 26 пациентов. Частота ответа в этом случае составила 8%, выживаемость без прогрессирования составила 5,5 месяцев, а общая выживаемость 26,2 месяца. Также другой препарат, сарафиниб, был оценен в исследовании 2015 года, который включал 23 пациента с аденокистозным раком слюной железы. При этом выживаемость без прогрессирования составила 11,3%, общая выживаемость 19,6%. При этом осложнение, классифицирующее как третьей степени и выше, наблюдалось у 13-23 пациентов, что составило 57%. Оценка возможности применения иммунотерапии у данной когорты пациентов была оценена в небольшом исследовании Кейнот-028 при исследовании эффективности препарата пембролизумат, который в это исследование было включено 26 пациентов, при этом при медиане наблюдения в 20 месяцев. Частота ответа была достигнута у 12 пациентов, а продолжительность ответа составляла около 4 месяцев. И последнее исследование Кейнот-158, которое оценивало также применение препарата пембролизумат в мультикогуртном открытом исследовании второй фазы, которое оценивало эффективность применения данного препарата в зависимости от так называемой опухолевой нагрузки. При этом было показано, что использование данного препарата наиболее эффективно в группе пациентов с высокой мутационной нагрузкой, у которых отмечалось 10 мутаций на так называемую 1 мегабазу, которая включает 1 млн нуклеотидов молекулы ДНК. В настоящий момент проводится достаточно большое количество исследований, направленных на разные точки самых разнообразных сигнальных путей, в том числе с использованием методов иммунотерапии и таргетной терапии, основанной на препаратах путей НОЧ, СМА, ПДЛ и ПДЛ-1. Также в настоящий момент рассматривается применение ряда других препаратов, которые относятся к группе препаратов-ингибиторов иммуноконтрольных точек, а также мультикиназных ингибиторов теразинкиназ. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...